ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но в суд иск подал. Что требуется? Владислава Кантемирова, один из 200 самых богатых людей России, в нашем репортаже. В зале суда больше прессы, чем участников процесса. Представитель ЧМК, а именно этому предприятию, как казалось и принадлежит Роллс-Ройс, требуется ответчика 3 миллиона 393 тысячи рублей на ремонт дорогостоящей иномарки. Хотя изначально сумма была заявлена на 2 миллиона больше. В таком повороте событий Владислав Кантемиров был не готов. Судья объясняет, адвоката у него пока нет, попросту не ожидал, что с него будут взыскивать сумму и просит отложить заседание. Самого у меня защищаться, квалификации не хватит. Отложить судебное заседание на 30 июня на 12. Подойдите, пожалуйста, к честному. Пишите за решение. Владислав Кантемиров из зала суда выходит в растерянном состоянии. Хоть суммы и уменьшили почти в два раза, но от этого не легче, сетует мужчина. Все равно неподъемно. Продавать нечего, нет ни машины, ни недвижимости. А еще мужчина выплачивает элементы и кредит. Придется идти на кардинальные меры. Я расплачусь. Как расплачусь? Это мои способы. Продам что-то, почки продам, не знаю. Ну, значит, выплату обязательно. Но я это буду делать быстро. Его сводная сестра Светлана и рада бы помочь брату. Да тоже не из чего. Зарплата небольшая. Их тоже гасит кредит. Главные вопросы, как быть и что делать, пока остаются без ответов. Да даже не знаем, что делать. Вообще не знаем, что делать. А каким образом помочь? А я работаю на трубном. Зарплата. А вот у стороны Александра Арестова позиция четкая. По-человечески жалко мужчину. Но против закона не пойдешь. Не в 90-х годах живем. Поэтому Челябинский электрометаллургический комбинат, на балансе которого состоит этот Rolls-Royce, принял решение перевести все в правовое поле. Чтобы в правовом поле уладить все вопросы, все конфликты. Напомним, эта авария произошла в феврале нынешнего года на перекрестке Воровского и Доватора. 14-я пролетела на светофоре на красный свет и врезалась в Rolls-Royce Александра Арестова. Мастер Челябинского трубопрокатного завода Владислав Кантемиров был за рулем отечественного авто. И вот после заявления Кантемирова, что он с долгом рассчитается в самое ближайшее время и даже готов продать свои органы, чтобы долг не висел в ситуацию, вмешались из федерального центра. Сергей Неверов, это вице-спикер Госдумы, попросил разобраться Владимира Мякуша в этой ситуации. Закончится ли дело примирением сторон, узнаем 30 июня в суде на очередных слушаниях по этому делу. Огненная фура на трассе М-5 возле садки. Полыхал больший груз. Видео сняли очевидцы. Издалека видно черный дым, который вздымается на несколько метров. На дороге образовалась пробка из фур и опасный участок. Каждый старается проехать побыстрее, так как что-то уже начинает взрываться. Многотонник и его прицеп выгорели дотла и восстановлению не подлежат. Кстати, в этом авто из набережных Челнов в Челябинск везли туалетную бумагу. Больше двух тысяч коробок. Ночное зарево над Златоустом. Горячая ночь в прямом смысле выдалась для местных пожарных. Полыхал один из деревообрабатывающих цехов. Если быть точнее, крыша. Из-за чего выгорело 3000 квадратных метров кровли. Это все-таки поджог или замыкание электропроводки. Подробности у моей коллеги Анны Новы. 15-метровое пламя и зарево за несколько кварталов. Сотни зевак, 10 пожарных машин и около 30 спасателей. Это горит цех деревообрабатывающего предприятия в Златоусте. Огнеборцы уже несколько часов борются со стихией. Сторож с лесопилки уже все рассказал следователям. Теперь то же самое пересказывает прессе. Я был на улице, зашел в вагончик. Ко мне в вагончик стучат, женщины. Там у вас на радоне пилорама горит. Я пошел, того сорока поднял. Он пошел, вроде в цехе ничего не горит, а горит на потолке, на крышу. Через 4 минуты пожарные уже были на месте ЧП. Так как производство находится в частном секторе, воду приходится брать в реке Тесьма. Напора в водопроводе явно не хватает. Пока пожарные сбивают пламя, к соседнему полыхающему зданию подъезжает предприниматель. Его производство находится по соседству. Я именно приехал сюда и беспокоился за свое производство. Потому что у меня здание находится буквально в 20 метрах от того здания, которое горит. Я переживаю за все это. С огнем спасатели боролись с 11 вечера и до 7 утра. Потом еще 2 часа проливали. Последний пожарный расчет заехал в часть только в 9. Сама конструкция кровли очень сложен. То есть снизу мы железобетонные плиты не могли вскрыть. То есть пришлось вскрывать полностью железо сверху. Видите очаг? Чернота. И дальше, чтобы куда-нибудь посадиться. А это собственник пилорамы Борис Шестаков. Сейчас мужчина лесозаготовку приостановил. Подсчитывает убытки, потом будет чинить крышу. По его скромным подсчетам, ремонт кровли обойдется в 300 тысяч рублей. Предприниматель уверен, его подожгли. Моя основная версия, что там были звонки и прочее. Я считаю, что это просто подожгли. Либо свои поджег, то есть у нас подход был. Либо кто-то поджег со стороны крыши. Потому что сгорела только крыша. Сгорела только крыша. Но пожарные говорят, выводы делать рано. Проверка еще не закончилась. Вполне возможно, что это не поджег. Могла замкнуть и электропроводка. Анна Нова, Вячеслав Коровкин, ОТВ. Операция эвакуация. В среду в центре города горело офисное здание на Курчатова 5В. Наш народный репортер Алексей Ткаченко в это время как раз сказался на месте ЧП. И вот что ему удалось снять на камеру и рассказать нам по телефону. Я увидел, когда уже было много машин. Я не обращал внимания. Из окна слышно было, что какой-то шум на улице. А потом мимо окна прошел и увидел. Через некоторое время на носилках, где мы уничали одного человека, точно одного. Вокруг здания скопилось очень много машин. Машин порядка 14. Они со всех сторон здания окружили. И на дороге на улице Чатова, и на улице Лимова. Предварительная причина возбирания это вынукание электропроводки. Так говорят очевидцы, да? Так говорят очевидцы, да. Ночь погоня неудачи. А в Чурилово вообще произошел курьезный случай. Полуголый байкер в футболке и семейных плавках пытался уйти от полицейских. Но далеко не уехал. Не смог удержать равновесие на скутеры и упал. Эти кадры снял очевидец Максим Королевский. Вот любитель быстрой езды резко поворачивает налево, но падает на асфальт. Все его тщетные попытки быстро подняться и дать газу не увенчиваются успехом. Мотоцикл не движется вперед ни на сантиметрах. Буквально в течение минуты подъезжают полицейские и составляют протокол на нарушителя. Горе-гонщик даже намерен подавать апелляцию в суд за неправомерную остановку. А вот в ГИБДД города отметили, что этот случай в сводку происшествий не попал. Но тем не менее все обстоятельства произошедшего выясняются. А в Копейске молодые люди тоже устроили гонку. Нет, уходили не от полицейских, а мчались за красивыми кадрами с места ЧП. Возле города Шахтеров горел пустырь, на котором складировался битум. Огромный черный столб дыма виден за несколько километров. Но отчаянные парни все равно идут на пожар. Вот выходят из машины и снимают все происходящее на мобильный телефон. От таких кадров восторга хоть отбавляй. Как на пустыре оказался битум, местные жители до сих пор гадают и не понимают, кто додумался его поджечь. Неутешительные новости из МИАСа. Грожане только и обсуждают всю неделю. Из окон падают люди. Четыре жертвы за неделю на одном из мест трагедии работала моя коллега, корреспондент Гузель Шмелькова. Репортаж с места смотрим прямо сейчас. Дарья, приветствую тебя. Сейчас я нахожусь на том самом месте, где было найдено тело упавшей из окна женщины. За последние двое суток в МИАСе это уже третий подобный случай. Буквально на днях в поселке Строители мужчина пытался попасть в квартиру к возлюбленной и сорвался с балкона четвертого этажа. Сегодня же жители этого дома по улице Богдана Хмельницкого обнаружили под своими окнами тело соседки. По версии следствия, женщина свела счеты с жизнью после длительного злоупотребления алкоголем. Девушка 1974 года на учете не состояла. Употребляла спиртными напитками. В ходе осмотра места происшествия следов каких-то свидетельствующих о криминальном характере данного происшествия не выявлено. То есть, также на почве длительного злоупотребления алкоголем решилась вести счеты жизни. Однако сами жильцы в такую версию не верят. По их словам, случившееся могло быть попыткой скрыть следы другого преступления. По другой версии, причиной трагедии могло стать отлучение ребенка органами опеки. Соседка рассказывала, говорит, у нее же ребенку отобрали-то. Она говорит, ребенку ремнем в полице хлистала. Кто-то, видать, наговорил, органы опеки или кто-ли еще в прошлом побили, когда ребенку отобрали. Третий трагический случай произошел в этом же районе МИАСа буквально через две улицы. 25-летний молодой человек упал с окна восьмого этажа. Как стало известно, он состоял на учете в психоневрологическом диспансере и неоднократно заявлял о своем желании свести счеты с жизнью. Осуществить это ему удалось, когда отец буквально на две минуты отлучился в магазин. Как говорят сами жители, погибший в прошлом году потерял мать и очень сильно переживал. И он был под опекой отца. Сейчас по всем трем случаям ведутся доследственные проверки. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства происшествий. Но уже сейчас ясно, что в двух из трех случаев причиной трагедии стал алкоголь. Приехал в город Миллионник за красивой жизнью, а в итоге может просидеть в местах не столь отдаленных 20 лет. В Челябинске полицейские задержали наркоторговца. 23-летний парень приехал в столицу Южного Урала из Башкирии и стал сбывать синтетику. Это кадры оперативной съемки. Вот здесь, в квартире у молодого человека сыщики находят наркотики. Здесь и весы для фасовки, и пакетики, да и само вещество больше 10 грамм. А это уже особо крупный размер. Что дальше происходило с этим веществом? Они предназначались для сбыта. После обыска прямой коми из своей квартиры уроженец Башкирии отправился в СИЗО. Задержанный, арестованный, мы предъявляем на обвинение в покушении на распространение наркотических средств в крупном размере. В отношении него избраны меры пресечения в виде заключения под стражем. Возбуждено уголовное дело. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств и их аналогов. Колонию он может провести лучшие годы своей жизни в ближайшие 20 лет. Шокирующая находка в Миасе. На мусороперерабатывающем предприятии найдено тело младенца. Мальчику, по предварительной информации, не исполнилось еще и месяца. Вот здесь, на сортировочной ленте, сотрудники предприятия и обнаружили новорожденного. Сначала подумали, это кукла. Остановили линию. Выяснили, что это младенец новорожденный. Сразу вызвали сотрудников милиции. Сейчас эксперты выясняют, был ли ребенок мертворожденным или все-таки появился на свет живым. В данный момент сотрудники правоохранительных органов ищут мать младенца. В ходе вскрытия будут получены образцы ДНК для дальнейшего сравнения. То есть после чего будут установлены все женщины, вставшие на учет. Это все о происшествиях за минувшую неделю. Берегите себя и своих близких. Хороших вам выходных. Увидимся на телеканале ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин